Итак, всем привет, с вами был Михайловский, и сегодня я хотел бы показать одну весьма интересную партию. Играл я её в чемпионате России среди мужчин, играл я её против очень сильного, я думаю, всем известного игрока Александра Морозевича. Давайте для начала расскажу немножко о турнире, который сам, это был чемпионат России по блюд среди мужчин, как я уже сказал. Проходил он в Сочи, где-то в районе недели назад, как я записываю это видео, и мне там очень хорошо удалось сыграть. Итак, занял я в итоге 19 место, прибавил 70 пунктов, обыграл многих, ну как минимум, нескольких гроссмейстеров. Ну, в принципе, результаты можете видеть на экране у себя. Также удалось встретиться и обыграть, собственно, Александра Морозевича. Этой партией я сегодня и хотел поделиться, ссылку на таблицу турнира я оставлю в описании, кому интересно, сможет подробнее посмотреть, изучить. Так, давайте перейдем к партии. Играл я партию черными. На самом деле, честно говоря, такое было, ну, не то чтобы мечтой, но прям большим желанием было просто встретиться с Александром Морозевичем, а еще и с ним сыграть и в одном турнире тоже само по себе уже круто. А еще сыграть с ним партию, еще и выиграть, это, конечно, вообще эмоции были очень приятные. Давайте посмотрим партию. Играл я черными. Эта партия была в 11-м туре, если я не ошибаюсь. Дебют я не знаю, как выбирал, достаточно рандомно. Выбрал одну из своих схемок, которые играю периодически. Итак, играет Александр Е4, я хожу С6. Вроде бы в каракан, но неожиданно тут ход G6, как я называю. Не знаю, как это называется правильно, но я называю просто каракан G6. И белые решили так сыграть очень резко. Неожиданно они ходят H4. То есть и готовы уже таранить H5. Не люблю я это допускать, на самом деле, поэтому я тоже отвечаю H5, препятствую идеям белых. Белые спокойно развиваются, черные тоже развиваются. Тут комментировать особо нечего и подрывают сразу центр D5. На самом деле для меня тут, наверное, самое неприятное, когда белые E5 отвечают вперед и захватывают пространство. Хотя там тоже своя игра, а у черных вполне можно играть. Но белые играют конь D2. Они хотят, собственно, получить фигурный центр. Ну, да и ей я бью, потому что, тем более, как я уже сказал, не очень люблю, когда E5 затыкают. Конь Е4, играя просто конь F6. Ну, меняться, в принципе, я готов. Ничего страшного там нету. Конь F6, слона F6, дальше 2-0, но вполне нормальная позиция у черных. Слегка похуже, но на то они и черные. Конь Е5. Активно играет Морозевич и нападает. Начинает пересматривать к пункту F7 слабому. Также уже какие-то идеи конь Е5 забросить. На F7 уже будет висеть. Но я не сильно этого боюсь. Пока играю просто рокировка. Хотя, честно говоря, было немножко страшно. С3 играют белые. Хотя был довольно интересный ход конь Е5. Надо вот тут, конечно, считать. Ферзь D4. И боюсь, что это могло, в принципе, не проходить. Потому что начинается какая-то игра конь F7. И тут, например, нельзя бить. Ладья F7, конь F7, король F7 и слон G6 останутся без ферзя. Но, правда, есть варианты. Варианты я буду показывать особенно без использования движка. С движком я эту партию смотрел давно. Сейчас специально не смотрел. Буду стараться больше какие-то человеческие оценки давать. По-моему, я рассматривал тут интересный ход конь G4. Но после рокировки тут все равно не все так ясно. Хотя все же ход кодолку ладья F7 есть. И конь F7, король F7. Он же 6 уже не работает, потому что у меня ферзь там D4 защищен слоном. Такая вот интересная какая-то игра. Но, не знаю, на D4 на самом деле все-таки страшно бить. Не факт, что я бы взял. Но, в любом случае, Александр в партии пошел просто C3. Он укрепил пешку на D4. Хоть бы D7 я продолжаю развиться. И готовлю где-то Ферзь C7. Да, как я показываю, с стрелочками как раз и проведение E5 вперед. Рокировка играет белые. Но тут Ферзь C7 мне не очень понравилась, на самом деле. Потому что я понял, что ладья Е1, белые пойдут. Висит пешка на E7. Но как-то E6 играть совсем пассивно и неинтересно. Плюс всякие жертвы надо считать, типа такого тоже. Могут они периодически неприятными быть за белых. Поэтому я пошел сразу C5. Решаю подрывать сантер. Решаю, что не стоит сидеть в обороне только. И нужно что-то делать. Конь E5 напрыгивает белые вперед. Начинают поддавливать. И идея получается в том, что если не бить, то идет давление на F7 неприятное. А если бить, то DE сильная пешка E5, которая потом стремится также вперед на E6 отправиться. Тут я на самом деле долго продумал. И было страшно. Было страшно бить CD. Потому что я даю белым темп. И я боялся, что начнутся всякие жертвы. Ну, например, типа конь G6, FG, там ферзь B3, шах. Король H8. Конь E7, ладья E7, ферзь F7. Тут, правда, у меня находится конь E5. И все, конечно, прекрасно. В этой позиции у черных. Также боялся просто типа конь F7. Там ладья E7, слон C4. Тут опять же конь E5 находится у черных. И они живут. А, например, если такой вариант какой-нибудь, то тут можно просто как ферзь D5 пойти, так и E6. Какие-то такие есть тоже варианты. Типа конь в этой позиции. Конь F7, ладья E7, конь F7. Сюда слон C4. E6, ладья E1. И тут как бы конь B6. На E6 я защитил. И вроде отбивается от атаки. Материал у меня лишний. И в итоге я это посчитал. Продумывал я, наверное, секунд 40. Для блица это довольно прилично. Все-таки решил забрать CD. Ничего конкретного за белых не увидел. Александр тоже, видимо, за это время все посчитал. И просто решил в ответ забрать CD. Ну, потому что действительно, наверное, жертвы эти все-таки не проходят. Насколько я помню, с движком я смотрел тоже особо суперопасных жертв там не было. За белых. Тут я понял, что опять же терпеть этого коня нельзя. Как-то E6 играть это слишком пассивно. Поэтому просто пошел конь E5. Когда E и конь G4 запрыгнули активно. Теперь висит пешка на E5. Кстати, F4 особо не сыграешь. Потому что получится сразу ферзь B6. И выигрывает черное качество. А тут, я думаю, у них все неплохо. Поэтому Александр играет как раз сразу E6. И я думаю, это правильно, это логично. Жертвует пешку. Движок тут предлагает на E6 забирать. Но я, честно говоря, этот ход даже не рассматривал. Мне кажется, ну... Это почти самоубийство за черных. В этой позиции я рассматривал ходы F6, F5. Но F6 как-то не очень. Потому что конь F7 получается. Потом забирают на G6. Там пешка на H5. Может упасть. А потом может просто получить мат по белым полям. В общем, это не то, к чему я стремлюсь. О чем я мечтал. Так, поэтому, собственно, игра я F5. Таким образом, сразу двигаю пешку вперед. Избавляясь от давления на F7. И, что важно, также захватываю пространство. И отнимаю давление на G6 за белых. Слон F4 играет белые. Развивает слона. Довольно логично. Ну, я решил страдать так незабесплатно. Оттяпываю пешку. Слон B2. И вернулся на F6. Да, вот именно на F6 мне больше нравится. Во-первых, слон тут больше пространства для кроля освобождается. Слон укрепляет пешку Е7. Ну, и давит на G5, на H4. Мне кажется, он лучше тут стоит, чем на G7. Поэтому именно сюда и вернулся. Ферзь Е2 белые развиваются. И, на самом деле, у черных пешка лишняя. Но они отстают в развитии. И развитие не так просто закончить. Потому что, например, если сыграть B6, среди слона на B7, то после ладяев D1 сразу начинаются большие проблемы. Но если тут слон B7, то слон F5. И до свидания, как говорится. Потому что, ну, конец наступает. Рентген очень неприятный. Поэтому сначала Ферзь А5 я выкидываю Ферзя вперед. С идеей как раз уже B6, слон B7 пойти более спокойно. Ладя D1 уже не боюсь. Ладя B5 мне неожиданно прилетает. Приходится Ферзя выбирать на А4. Но, в принципе, на самом деле, не сказать, что совсем ужасно себя Ферзь тут чувствует. Но во время партии было, конечно, немножко страшно. Все-таки пространства остается не так много. Тут я незаметно напал на слона. И Александр почему-то взял и не зевнул. Такое бывает, что Грассмейстер не зевает фигуру. Военход. Ну да ладно. G3 защищается. И вот тут... Ну, Солнце 2, кстати, был еще ход. А, не, Солнце 2 как раз бы я забрал на F4. Да, все нормально. G3 играют белые. И B6 игра. F3. Неожиданно прогоняют моего коня. И приходится идти назад. И достаточно быстро сыграл конь H6. И такой вот неприятный рентгенчик. Правда, который белые, видимо, сразу использовать никак не могут. Была, кстати, довольно интересная такая движковая идея. Это Ферзь D4, короче, 2, Солнце B7. Получается, рентген конь как бы не висит. Хотя, конечно, все тут очень опасно. Но, с другой стороны, у черных активная игра. Роль H3, например, владеет D8. И тут начинается Слонце 4. Какое-то веселье. То есть, не так понятно, что происходит. Возможно, уже приходится играть конь H6 все-таки назад. Да, это было поинтереснее, наверное, и посильнее. Но партия сразу отошел конь H6. Тут Александр задумался. Потому что, ну, видимо, хотел использовать как раз этот рентген. Но не нашел, как это можно было сделать. И пошел просто, короче, G2. Такая некоторая профилактика. Я Слону на 6 развиваю слона. И заодно хочу подменять фигурки. Потому что, на самом деле, сейчас эта позиция неприятная. У белых давление. Но если фигуры уйдут с доски, то у меня лишь предстоящей пешкой. Надо понимать. Поэтому размена мне, конечно, максимально выгодна. И каждый размен он уменьшает потенциал атаки белых. Так, меняю Слон D3. Ладя D3. И играю король G7. Такая профилактика. Во-первых, защищаю конь на H6. Во-вторых, чтобы конь, если что, мог через G8, например, вернуться на F6. Что в партии, кстати, произошло потом. Играю белого DFD1. Захватывает линию D. И тут уже какие-то неприятные идеи с ладя D7. Ладя C8 пошел. Собственно, захватывает открытую вертикаль тоже. Ладя D7 пока что сильно не боюсь. Ладя 2. Укрепились белые. Ну, какая-то профилактика от всяких ходов. Типа ладя C2 неприятных. Ферзь C4. Подвязал ладю на D3. Идея в том, что теперь ход ладей вперед связан с разменами ферзей. Что, опять же, мне выгодно. Ферзь E3 уклоняется белая до размена. Я ферзь C5. Ну, ферзь E2, ферзь C4. Но ничего, в принципе, я согласен. Потому что, ну, опять же, игра с Морозевичем, это страшно. Это страшно играть с такими людьми иногда. Да, кстати, была у меня тоже одна история, как я вот с Костенюк играл, рассказывал. Вот с Морозевичем я тоже был когда-то лет 6 назад на его лекции. Брал у него автограф. Тоже наблюдал его партию. У меня в видеозаписях там сохраненных хранится. И победа Морозевича над Карлсом уже года 4 лежит. Так что, ну, не сказать прям совсем кумир, но, конечно, такой игрок очень авторитетный для меня. Так вот, слон E5. Играют белые. Хотят, собственно, разменяться чернопольными слонами. Поняли, что сильно пробиться тут не получается. И хотят убрать одного из защитников. Но конь G8. Как раз та самая идея. И теперь на взятие на F6. Конь F6. У меня конь спокойно отправляется вперед. И, кстати, на F6 чувствует себя вполне комфортно. Обратите внимание, фигура как-то постепенно уходит с доски. Лишняя пешка у черных остается. И как-то вот тут вот объективно, может быть, уже белым и нужно делать ничью. Но понятно, что белым играет, опять же, Александр Морозевич. И он был первый стартовый турнир. Рейтинг 2700 в Фиде. И он не хочет против ЦМ делать ничью. Поэтому он играет на победу. Конь H3. Готовит перевод коня на F4. И тут я использую как раз тактический размен. То есть использую эту самую связку. Подставляю ладью под бой. Вроде 1 защита, 2 нападения. Тут идея в том, что если белый бьют на D8, то ферзь Е2, ладья Е2, ладья Д8. Получается размен. И просто, конечно, при с лишней пешке у черных. И все замечательно. Поэтому белые не стали, конечно, бить на D8. Они отправляют вперед коня. Коня в 4. Я продолжаю меняться. Мне это выгодно. Ладья Д3, ладья Д3. И подвожу еще одну ладью С8, чтобы как раз играть уже по линии С. Король H3 играет белые. Такая профилактика, чтобы по второму ряду ничего не получить. Хотя, на самом деле, король на H3 не так надежно стоит, как их может показаться. Тут я играю Ферзь С2. Намекаю на размен ферзей. Белые, конечно, не соглашаются. Но тогда играю Ферзь Б1. И неожиданно сказывается как раз вот король на H3 и слабость первого ряда. То есть уже Ферзь H1 начинает подграживать всерьез. И король-то чувствует себя белых достаточно некомфортно. А неожиданно, казалось бы, всю партию король белых ставил хорошо, но и плохо. Неожиданно атака только на короля белых. А король черных чувствует себя прекрасно. Ладья Д1. Белые перекрываются. Но просто ладья С1. Заезжаю. Опять же, настаиваю на размене ладьи. Плюс все равно, даже без ладьи на доске, моя атака продолжается. Опять же, подграживает Ферзь H1. И тут у белых уже неприятная позиция. Они играют король G2. И я просто А5 пока... Тут я, честно говоря, до конца не понимал, что мне делать. Потому что все-таки не видно хода. То есть как продолжать атаку, конь не выходит. То есть пешка и лишняя есть, но все-таки выиграть тут позицию, конечно, достаточно тяжело. Хотя уже тут объективно у черных просто перевесик. Но решил сыграть А5. Возможно, идея просто толкать и пытаться пешку Б провести Ферзи. Белые Ферзь Б5 играют. Как раз при 5 этой идее. И, может быть, где-то хотели заесть на королю поближе. Но, правда, особо не видно, как это конкретно сделать. Ферзь C2 шах пока прописал. Тут, опять же, забег. Наверное, стоило уже Ферзь Е2 приходилось играть. Переходить в этот тенш предпечальный. Но это был, наверное, меньший зол. Потому что тут на король H3 находится очень классный ход. Еще на конь G4. Просто грозит мат на H2. И бить коня нельзя. Потому что тогда сразу мат ФЖ. Мат пешкой. Шахов тоже нету, обратите внимание. То есть, Е5 поле прикрыто. Б2 тоже. То есть, и у белых, конечно, очень неприятная ситуация на доске. Конь G2. От мат они защищаются. Но черные продолжают атаку. Продолжают. Ферзь D1. Грозит теперь Ферзь H1 мат. И, опять же, бить коня нельзя. Просто мат. Поэтому белым пришлось как-то Ферзь B2 шах. Ну, от шаха никто не умирал. Я просто ушел. Король H7. И шахов больше нету. Мат все еще грозит. У Александра тут остались уже считанные секунды. Он очень долго до того думал, как ему избавляться от угроз. И уже сыграл тут конь Е1. Но, понятно, это не помогает. Просто хожу Ферзь Е1. Все равно грозит мат. Забрал он на G4. И после Ферзь H1 он признал свое поражение. Потому что на Ферзь H2 FG следует мат сразу. Вот такая удалась. Достаточно интересная. Мне кажется, любопытная партия. И, конечно, очень приятно выиграть у такого соперника всегда. После партии я был в таком легком шоке. И, конечно, мне кажется, победа довольно крутая. Ссылку, кстати, на эту партию, на ЧС-24, я тоже оставлю в описании под стрим. Ну, или на ЧС-бомб. Кому интересно, он тоже сможет там все посмотреть, разобрать. Может быть, где-то включить движок. Да. Ну, так вот. Записал я обзор. Надеюсь, вам это было интересно. Если вам понравилось это видео, вы можете поддержать его лайком. Или подпиской на канал. Буду вам благодарен. Также буду рад видеть вас на всех следующих видео и стримах. На этом всем спасибо. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!